Продолжение следует... Продолжение следует... Но задачи, которые мы решаем, поверьте, задачи очень серьезные, институт у нас очень солидный достаточно. Самое крупное уральское уделение академии наук, это было 1000 сотрудников, 10 академических членов из президента, 85 академических членов наук и порядка 940 кандидатов наук. По количеству докторов наук у нас не понравилось, я бы сказал, что из Прибалочки в вашем институте больше докторов наук, чем в всей Прибалочке. Это правда. Ну, надо сказать, что институт, он мало того, что самый большой, он еще и самый старый, самый первый, 30-го года. И его создавали ведущиеся ученые, это Иофи, прислал сюда десанта 40 человек, 20 из них было, можно сказать, токови, следствия, слуховщики и так далее. 20, это молодые аспиранты и выпускники Ленинградского университета. Вот из этих 20 практически все стали ведущими учеными только в нашей стране, но и в мире. Это Сергей Васильевич Масовский, создатель современной теории магнитизма, наш президент уральского научного центра, который был задать в уральское отделение, когда он стал. Вот, давише еще ученые, это такие известные имена, как Кикоин, дважды герой соцтруда, ловлят всех премий. Он зам. века в нашем институте был, во время войны он перешел в атомную энергетику, в атомную промышленность. И вот он один из руководителей, вместе с Курчатовым, этот крупнейший ученый. Ну, вообще-то, у нас очень много, вот Масовский шуб, Масовский и Шубинг, это модель магнитизма, которая была создана за 20 лет до того, как Андерса и Моттера его создали, за которой они получили новую сутрию. Масовский их получил просто потому, что эти работы были закрыты. У нас очень много институтов уделяло и уделяло внимание вот этим огромным задачам, в частности, которые здесь, на Урале, в период войны половина сотрудников укрепляли в атомную энергетику, потом она вернулась. А весь нарушающий контроль в стране был налажен именно сотрудниками нашего института. И Григорий Иванович Янус, это создатель нарушающего контроля, считается не только на Урале, в России, но и в мире. Ну, надо сказать, что у нас институт институт физико-металлов, это огромный раньше был отдел, а теперь уже несколько отделов металловедения, которые связаны с созданием стали и сплавов различных, которые у нас на Урале производятся, но только на Урале, с одной стороны. Теперь это теперь 5 отделов, большой теоретический отдел, конечно же. И у нас еще есть уникальная вещь, которого нигде нет в Академии НОО, это отдел нерушающего контроля, в нем 5 лабораторий. Это лаборатория дефектоскопии, лаборатория электромагнитизма, у нас лаборатория, связанная с электромагнитизмом. Она теперь раздвоилась в виде лабораторий комплексов, методов и методов магнитно-термической обработки материала и лаборатории акустических методов. Ну, конечно, тяжело после общей теории относительности переходить сюда, но, могу сказать, коллега упоминал, троксерный, ускоритель большой колодец, что вот в эту неделю, мы с другим, делим туда, на Кручково, дело в том, что они там теряют энергию, не могут добиться энергии большой, вследствие того, что у них она рассеивается. Энергия получается кучка из-за того, что там подмотки большие, один виток проходит другой виток, спаивается между собой, и вот спаи некачественно оказалось, а огромные толщи спаев контролировать не научились. У нас в институте отработаны липотиков с последние 5 лет, мы умеем контролировать более толстых спаев, но там их витоков нет. И вот сейчас уже у нас совместная работа с этим ЦЕРНом. Так что мы тоже принимаем участие немножко в таких работах. Ну, уже конкретно в нашей повседневной работе. Ну, половина работы, когда я работал в институте, это больше 30 лет, я работал в основном в оборонной промышленности, связанной с подводными лодками, кораблями. Ну, теперь эти работы в основном рассекречены. Ну, они нашли отражение. Первый слайд, покажите, пожалуйста. Ну, вот я немножко похвастаюсь никто, вот ведущий. Ну, один из авторов вот такой книги «Роль российской муки. Создание подводного отечественного флота». Значит, эта книга вышла к столетию подводного флота. Мы собирались в Аглинске, где я там кандидатскую диссертацию, в общем-то, делал и защищал. Ну, оказалось, что эта книга, следующий слайд. Вот. Книга признана лучшей в стране в номинации «Новка тех, которые улицы». То есть, в самом деле, этот уровень достаточно высокий. Ну, а, говорю, во время войны, в совершающем контроле, 100% контроль танковой брони, 100% контроль всех снарядов, 100% контроль всех артиллерийских ароний, без осуществлён сотрудниками нашего института и нашими приборами. В частности, все приборы, наши, например, «корцетиметр», знаменитый прибор, но так и называется «КИИФМИ». «Корцетиметр института физики металла». Не берём более чем в 200 предприятий, ну, вот, теперь России, скажем. Ну, а также и за рубежом. Но теперь это не «корцетиметр» в Америке, не одну, так сказать, точку важную карцетиму силу. Это структуроскоп, который практически всё записывает. И теперь эти структуроскопы применяются на железнодорге у нас, в Германии, в Японии, в Америке тоже достаточно широко. Ну, значит, перейдёмте, пожалуйста, к первому городу. В основном, конечно же, на Урале занимаются материалами, группа железа с чёрными металлами, это стали и сплавы. Ну, вот, если говорить про что такое сталь, я очень коротко расскажу, то, проведя несколько экспериментов, даже можно мысленно провести. Мы прекрасно поймём, что все стали можно разбить на две огромные группы. Первая группа стали – это вот сталь, которая идёт на производство батарей, гвоздей и так далее. Вот возьмём гвоздь. Какими свойствами обладает гвоздь? Ну, в систему убиваем, то есть, прощественные свойства высокие, ну и, кроме того, он не включится, то есть, это естественно, и другие свойства. Ну, если взять горсть гвоздей и поднести магнит, то, естественно, ещё и обладает высокими магнитными свойствами, то есть, высокая магничность насыщения. То есть, слово ферромагнитизм, фера – это железо по-латыни, произошло именно отсюда, потому что сто лет назад сильнее магнитного матажения, чем железо, ничего не было, это сейчас у нас появились группы материалов земельные и так далее, где там выше можно добраться, но ферромагнитизм – это как раз железо. А если мы возьмём гвоздь гвоздей и бросим в воду, в тазик, то что утром будет, сами тогда давайте. Естественно, утром будет покрыто этим слоем ржавчиком. То есть, это коррозионно нестойкий модиферн. То есть, железо может обладать такими способами – высокомагнитными, творочными, пругостью высокой и коррозионными стойкостями. Очень многие. Поэтому их надо либо на контраст, либо покрывать специально, материалами защитными, либо хромировать, либо литеровать и так далее. А с другой стороны, вы все долго имеете другой вид железа или стали – ложки, вилки. В простом народе это называется нержавейки. Почему нержавейки? Потому что эта ложка может лежать у вас и день, и два, и весят сколько угодно, и она коррозировать по научному нержавейку не будет. С другой стороны, если вы возьмете магнит, и поднесете ложку вилки, вот такой нержавейки совершенно примагничивать не будет. То есть, реально магнитный свойств не проявляет, а это парамагнетик. То есть, очень слабый и магнитная проницаемость, то есть, усиление магнитного потока происходит один, это воздух, да, то есть, проходит через лапу, да, один, ноль, ноль, один максимум. То есть, тысячные доли у нас магнитный поток усиливается в таких вот сталях, как мы их называем, ожирением. Кроме того, в отличие от гвоздя, который обладает высокой упругостью, попробуйте ложку забить в стену, даже сделав из него гвоздь, вы поймете, что не забьете, потому что гвоздь, в смысле, из ложки будет гнуться, но стена не полезет. Но зато он обладает высокой пластичностью. И изделия из вот этой стали обладают высокой пластичностью, то есть, при приложении напряжений у нас трещина не образуется, у нас образец немножко может потечь, но не лопнет, но не треснет. Это вторая разновидность именно изделия из железа. Ну, любая сталь – это соединение железа с углероном, в первую очередь. И вообще удивительно, почему вдох одни обладают этими свойствами, другие другими свойствами, это все, конечно, идет от элементарной кристаллической решетки, в которой может находиться железо. Ну, практически очень многие, наверное, больше половины материалов таблицы Менделеева может существовать не в одном состоянии при комнатной температуре, а в совершенно разных. Возьмите углерод. Углерод может образовывать какую структуру? Вот карандаши. Это графит. То есть графит мягкий, но образует углерод структуру шестигранника шайбу. Одна шайба перейдет в другую, в третью и так далее. То есть мы имеем коврик, то есть однослойный токус структуру. Связь между ковриками очень слабая. Когда мы карандашами пользуемся один слой, отрывается другой. Но попробуйте порвать этот коврик внутри. Вот сейчас графены изучаются, вот эти вот Менобелевскую премию получили. И чтобы сказать, что уровень образования у нас в Бухарском государственном университете очень высокий, я скажу, что мой опыт учился со мной вместе. Констанцион, он один из претендентов был на Менобелевскую премию. Просто он подсоединился на полгода позже, поэтому мы его не стали рассматривать. Ну, он сам скромный человек. Ну, то есть уровень образования, ну, в принципе, хочешь работать, и Менобелевскую премию, в принципе, можно делать. То есть достаточно высокий уровень образования. Так вот, значит углерод может образовывать вот такую структуру. С другой стороны углерод, это же ведь алмаз. То есть это равносторонняя треугольная пирамида, имеет общее основание снизу и вторая пирамида. Но ничего в природе прочнее, чем треугольник, не придумано. Треугольник это самая жесткая структура. То есть алмаз и график один и тот же элемент образуют. Тоже можно и про олово сказать, есть белый, серый и так далее. А железо при гонной температуре может образовать устойчиво минимум две структуры. Ну, считается, что это основные структуры. Это кубик, где по узлам этого кубика стоят атомы железа, но в одном случае дополнительно атом стоит в центре этого кубика. И вот такая решетка называется объемоцентрированная кубическая решетка. И это и есть наш материал на гвозди, на батареи, на кровельное железо и так далее. Это наш основной 80% стали делается из этого материала. А второй тип решетки, который труднее получить, потому что второй тип решетки существует все почти. Переходит в него после 700 градусов нагревания. Это когда у нас кубик, он большего размера, потому что там больше железа. И там не в центре атом железо находится. Он находится в центре каждой стороны этого кубика. Сторона по научному грань. И такой объем, такая решетка называется, границентрированная кубическая решетка. И вот такая решетка, границентрированная, и объемноцентрированная обладает совершенно разными свойствами. Один корресионный стойкий состав образует фазу, фазу имеющую границы в общей и так далее. Объемная такая, где маскостличная структура одинаковая, соединение с углеродом в объемноцентрированной или в границентрированной решетке. Один называется феррит, фаза, а второй называется острый. Так вот, в основном я занимаюсь вот этими сложными магнитными отношениями к стаям, которые сами по себе не проявляют магнитные свойства. То есть они парамагнитные свойства проявляют, где у нас увеличение магнитной проницаемости всего лишь на тысячные, десятитысячные, но немножко, может быть чуть-чуть повыше, свойства острый. Зато из них делаются котлы атомных реакторов, химические автоклавы, вот у нас на Валхимаше, ну, белоярка и так далее. То есть это материал, который при высоких температурах не образует трещин, и при облучении радиационных тоже не образует трещин. То есть это в самом деле шикарный материал. И вот как девушки покрывают лаком ногти для защиты, вот так же и у нас вот котлы атомных реакторов, это в основном мощный слой феррита, покрытый порядка 12-15 миллиметров аустенита, называется блокировочный слой. Как определить качество вот этой аустенитной стали? Ну, нету, допустим, у нас магнитные свойства, слава богу, значит у нас аустенитная сталь. Да неправда. Оказывается, вот начинаем сварочную работу проводить, вот делал Севрадвинский, делал ассертацию туда, кандидатскую. Так вот, в проволоке сварочной, кроме аустенита, обязательно должен присутствовать феррит на уровне 2-3%. Иначе у нас при высоких температурах начинается растрескивание, горячее растрескивание этих швов. Но выше 10%, то есть феррит как клей, склеивает материал. Но выше 10% его не должно быть. Если его будет выше, больше чем 80%, у нас хладноломкость так называемая. То есть у нас ударная вязкость стремится к нулю, то есть теряет практически пластические свойства. То есть материал при температуре минус 40-60 будет хрупким. Это вы знаете, что на холоде в Антарктиду бочку, скажем, соляркой ударяют кувалдой, и она взлетается как стекло. Это да. Так вот, обязательно феррит должен быть на уровне 8%, максимум 10%, но не меньше чем 2-3%. Как его определять? Определять, ну, вот даже очень легко и понятно. Один магнитный материал феррит, другой не магнитный. Вот мы возьмем ящик с гвоздями, померим его магнитный момент. Ну, элементарно магнитный момент с ящик с гвоздями не может быть. Половину гвоздей высыпем, насыпем песок. В магнитном отношении, что песок, что станет одинаково. Во сколько раз это изменится в магнитный момент? Естественно, в два раза уменьшится. Еще уберем половину, на три четверти уменьшим. Точно так же и измеряют методы магнитной ферритометрии, которые дымят на силу. Феррит можно мерить трентгеном, можно мерить на шлифе. Но это все разрушающие методы контроля. Вы должны из изделия вырезать кусок, а попробуй из готового котла атомореактора вытащить кусок. Это будет вообще невероятный реактор. Или из турбины, скажем, истребителя вырежьте. А магнитный метод мы просто промагничили материал и смотрим, насколько у нас магнитный момент или поле рассеяния от магничивания отличается от стопроцентного феррита возможного. Стопроцентный феррит мы легко получим с закалкой. Так насколько он будет меньше? В два раза, значит, в два раза там меньше феррита, по сравнению со стопроцентным и так далее. То есть метод магнитного освещения принят во всем мире, в том числе у нас. Вот у меня порядка 5 патентов на различные приборы по контролю феррита объемным локальным методом. Вот мы контролировали швы сирогинские и так далее, контролировали, скажем, каркуса немагнитных атмосферных клодок. И вот, в общем-то говоря, интересные были результаты. Но будет время, я потом расскажу, может, не опланировать. Все было бы хорошо. Магнитная ферритметрия, она налажена во всем мире, и у нас, и за границей. Но есть разница у нас немножко в подходах. Мы отстаиваем, что мы идем с металлической позиции, а они идут, что мы идем с технической позиции. Мы считаем, что процент фазы – это именно металлическое количество фазы феррита. А они говорят, что это сила отрыва. Вот берем мы аустыник чистый, у нас сила отрыва будет равна нулю у магнита. То есть силу мы не будем продолжать. Сделаем удочку, повесим маленьким магнитом, отрываем силу меди. Появляется там магнитная фаза, будет отрывать труднее. Когда мы сто процентов, вообще отрывать очень тяжело. То есть, понимаете, это их метод называется ферритное число. Но у нас между ними практически линейная связь, ничего страшного нет. Ну, две шкалы ставим, все было бы хорошо. Однако, во время эксплуатации изделия, которые сделаны с аустынитом, и в какой-то сферрит, мы научились его контролировать, подвергаются внешним воздействиям. Это, может быть, упругло-пластическое деформирование. При высоких и очень низких температурах. Вот те же козлы атомных реакторов работают. Или же при низких температурах лопатки, турбин различных, электростанций и так далее. То есть температура и напряжение приводят к тому, что у нас возникает распад аустынита и образуется уже не феррит, образуется так называемая третья структура. Видите, тут трехфазные хромоникелевые стали. Хромоникелевые стали я специально написал, потому что я сказал, что от 700 градусов у нас вся структура будет аустынитная. Но чтобы ее свести в комнат температуре, добавляют специальные аустынизирующие элементы. Либо хромоникел, либо марганец. Либо еще есть методики, но это очень дорогие методики, объемные не получите. Вот хромоникелевые материалы, это на самом деле наши нержавейки и есть. Возникает третья фаза. В отличие от феррита, это будет не кубик, хотя это бывший кубик. Вот возьмем кубик и вытянем. Будет такой тетрайдер. А энергетически вытянем, чтобы на этот тетрайдер наросли второй, третий и так далее. В результате получаются длинные такие иголки или полосы. Вот если я возьму иголку и ее достаточно несложно будет поперек сломать. То есть групкость у нее высокая. А твердость? Тверже, чем мартензит. Ничего такого у нас из стали не бывает. Возникает структура мартензита. Это деформированная кубическая решетка. По магнитному насыщению то и то от железа, насыщение у них одинаковое. То есть метод ферритметрии не проходит. Все методики, которые в мире были придуманы, не годятся. И в результате мы не можем понять, насколько у нас материал хрупок и близок к своему разрешению. Ну вот пять лет назад мы получили патенты на изготовление комплектов государственных стандартных образцов. Нас просили сделать разные анонимничные сонасыщения. Ну мы сделали. Мы сделали до 10%, даже до 20% это у нас был феррит. От 20% до 40% аустынин плюс мартензит. От 40% это был мартензит деформации. То есть мы закалкой получали и деформировали материал тут же из азота. На разную деформацию получили мартензит деформации, так называемую, фазу деформированную. А от 40% до 80% просто закалкой получили мартензит. В результате мы имеем простцы, где мы четко уверены, что методом производства здесь есть только феррит, в других только устанет мартензит. А дальше, ну как можно, дальше уже, вот следующий слайд. Цель работы была, ну и следует. Дальше, дальше. Вот смотрите, вот типичные фотографии структуры. Вот это феррит, это мартензит. Я говорю, вот видите, иголки или полосы мартензита ярко видны. А феррит образуется на границах от устанет. Мы измерили в больших, огромных установках по-американских, по намагничиванию и перемагничиванию в самых сильных магнитных полях. Феррит, видите, намагничиваем до насыщения, снимаем магнитное поле и никакого гистериуса практически мы не видим. То есть это магниты мягкий, достаточный материал. Конечно, там есть, мы знаем, у феррита есть и для гистериуса, и краткосильная сила, но она маленькая, она здесь не проявляется. Давайте обсороться. Амартензит, четко видна гистериуса. Ну, может быть, здесь узок, но для того, чтобы мы прошили, показать, что в больших тысячах на 15 сантиметрах или, скажем, десятки тысяч земных полей замкнули в таком магнитном поле. Мы сделали, и если мы измерим остаточную магниченность, то остаточная магниченность, она однозначно связана видео с процентом мартензита деформации. Феррит не имеет остаточной магниченности практически, а мартензит, видите, почти линейная, ну, не линейная, но однозначная зависимость. Ну, измерять надо в огромных этих установках. Хорошо. Почему в Академии НОК только один институт всего и занимается нарушающим контролем? Потому что мы должны вносить какие-то новые научные методы, даже вот такие практические задачи. Конечно же, в установках по насыщению мы не можем на завод тащить. Нам нужно от завода от огромной установки перейти к маговой установке, а от новой установки к приборам. Вот это наш путь. Ну, а приборы не установки, коммунистеризированные и динаменты. Вот мы получили это уже путь решения дальнейшего. Хорошо. Следующий момент. Раз у нас есть остаточная магниченность, от остачи мы должны еще вернуться через корцетивную силу к намагничиванию до другого поля, у нас, естественно, есть гестерезис, есть потерянное перемагничивание, то есть есть все свойства магнитные. А какие свойства магнитные вообще используются в служащем контроле? Ну, конечно же, намагниченность защищения на фазовый состав показывает, сколько у нас фазы. Остаточная магниченность корцетивной силы связана со структурой. Но это надо большие поля. Предельно намагничивать или намагничивать, но у нас есть замечательные другие характеристики. Когда мы начинаем намагничивать, это вот можно сравнить с толпой, стоит армия чужая, ну, средние века. Вот, чтобы понять ее силу, надо пробиться через нее. Вот есть, кажется, сильная сила туда или обратно пройти, остача какая-то. А можно просто ткнуться и отлететь обратно и понять, что они там, на самом деле, много. Так вот, есть такое понятие магнитная проницаемость или расприимчивость. То есть, насколько легко материал будет быстро намагничиваться в слабых полях даже. И эта характеристика имеет, в любом учебнике откройте, имеет максимум. И максимум будет в полях примерно 1,2-1,4 корцетивной силы. Вот по этим петлям с мартаинситом мы знаем, сколько у нас корцетивной силы. У феррита мы знаем, мы с ним работаем всю жизнь, мы знаем, что он очень небольшой. И вот, посмотрите, следующий слайд. Мы сделали установку, маленькую небольшую установку. Вот образец, значит, зажимается в дифференциальной картушке, где мы даём пилообразно намагничивание вот этого магнита, измеряем дифференциальной картушкой через, значит, на усилителе переводим. Значит, прямо на экране компьютера у нас возникает эта дифференциальная магнитная расприимчивость. И что получается интересно дальше, посмотрите, мы говорим, чтобы намагничивать до больших полей нам надо их создавать, а посмотрите, где у нас магнитная расприимчивость принимает максимум, не тысячи уже, а, смотрите, вот, меньше десяти, вот это в районе, ну, один-два киломампер на метр, это три, это феррит, видите, и чем больше феррита, тем больше у нас будет расприимчивость повышаться, вот, дифференциальная расприимчивость, вот поле, больше процентов феррита, видно так, а вот следующий случай, есть еще один случай, а это уже мотарисит, смотрите, здесь больше десяти на многое, то есть это, если переводить от километра в эрстеды, ну, это зимное поле, ну, два эрстеда, скажем так, в среднем есть по стране, можно ли его, что получается, это примерно 100-120 эрстед, ну, или, например, сантиметра, а у мотарисита, а у феррита где-то 10-20, разница огромная, после этого мы взяли, сложили эти образцы вместе, дифференциальные катушки позволяют это делать, взять один образец с ферритом, два образца и положить один с мотариситом, и что мы получили, смотрите, дальше, еще один, мы получаем, вот много, значит, здесь феррита достаточно, пик феррита, он легко перемагничивается, видите, вот яркий пик феррита и перегиб от мотарисита, вот здесь много мотарисита, максимум от феррита идет и максимум появляется от мотарисита, вот такие десятки мы получили различных содержаниях, мы, мы имеем просто наборы государственных, стандартных, мы через насекометрологию, это все, значит, наш униим, это все тестовывали и вместе с ними создавали, мы тоже сантиметры наши, мы получили массы кривых, либо с перегибами, либо с двойной массой. И четко мы видим, что максимум перегибы соответствуют наличию феррита один, а другой мотарисита. Но любая кривая с перегибами или с двойной массой мы можем аппроксимировать приближением, например, лоринца. Пожалуйста, дальше. Вот смотрите, вот тут красная, черная, две практически совпадающие, экспериментальная кривая аппроксимации по лоринцу с джадель-гипроцентом, это наша, так сказать, задача, мы это сделаем элементарно, приближаем по лоринцу. И вот эти две пики мы охарактеризуем просто расчетно, по лоринцу восстанавливаем один пик и второй, один соответствует ферриту, другой мотариситу. То есть мы измерим одну кривую, мы сразу можем получить два пика. Это получается уравнение с двумя неизвестными, мы имеем два пика. Следующий, пожалуйста. В результате смотрите, вот мы имеем мотарисит, добавляем феррит. У нас прямая только поднимается. Больше этот мотарисит, еще выше поднимается. То есть у нас сохраняется практически линейная зависимость при добавлении феррита. Просто, если бы был мотарисит, мы добавили бы мотарисит, пошло бы по этой кривой. Нет же, феррит, он раз легче размагничивается, он идет выше. То есть параметры кривой для данного химсостава. Мы один раз, мы всю жизнь получили. А у нас мотарисит он и есть. Одного и того, что у нас сталь используется, в основном одна и та же. 12-18-10-10-10-10. То есть аустомизирующий материал должен быть на уровне 18% хрома и 10% никеля. Это стали, называется класса 10-18, значит, 12-18, 12-18, это 0,9-го загорода. Вот, и теперь, когда после этого мы делаем модель элементарную, где у нас мы просто считаем площадь по дифференциальной кривой. Что такое площадь по дифференциальной кривой? Дифференциальная расприимчивость, это ДМПДХ. Площадь по кривой, это интеграл 1, да? Что такое интеграл ДМПДХ? Это сама М, магничивость. Ну, мы ее и померили напрямую, стопроцентно совпадает в любой точке практически, где мы остановимся. То есть мы получили в научной точке зрения очень правильный результат. В результате мы имеем одно уравнение, вот это линейное, с двумя неизвестными, видите, вот феррит и мартаисит, это линейное уравнение, так? А второе, мы любым прибором, измеряющим суммарный магнитный момент, локальным образом, мы измеряем сумму матоносит феррит. Мы же не можем определить, мы просто уменьшим освещение, измеряем блокальный метод. Имеем два уравнения с двумя неизвестными, которые компьютер решает за 2 секунды. Все. Это мы проверили, это мы доложили, пошло достижение института, достижение КГНО. Не успели мы публиковать, значит, в журнале «Скопия», в болгарском, в болгарских известиях, мы просто с ними имеем совместный проект. И так уже посыпались положения из Германии, значит, там, из Франции, чтобы совместную работу. У нас нет такого, у нас проблема, что материал охрупчивается, то есть появляется, но относится деформация. Это страшно важно, например, для космонавтики. Ну, вот представьте себе, например, мы работаем с Бачваром. В институте Бачвара, это главный институт по двигателям для космоса. Ну, представляете себе, что такое сопла ракеты? Видели, да, наверное, да? Никто никогда не видел его внутри, снаружи, не заглядывал внутрь. Вообще, так говоря, не бывает просто сопла, это чашки огромные. Внутри нее огромное количество чашечек. Иначе как бы ракета могла бы нам, скажем, изменить курс. Включается часть одних чашечек, других чашечек и так далее. Это очень тончайшие, тончайшие. Там доли миллиметров. Там вот эти чашечки, но они обладают прочностью необыкновенной, пластичностью высокой. Но там, не дай бог, появляется даже на уровне 3-4 процентов. Это самое мы относим. Это мера охрупчивания. И выходит из строя наши носители. Ну, недавно видели там наш «Зенит» ракетный комплекс, там на экваторе разлетелся в рейбизге. Не знаю, что с ним произошло. Вот. То есть это страшно важная задача. Ну, вот я как бы сказал, что это вообще задача очень высокого уровня. Она до сих пор, значит, мало решена. Вот сейчас мы на нее вышли и делаем габаритные приборы для решения этой задачи. Уже сейчас есть у нас небольшие такие приборы, автоматизированные достаточно. У нас соединенные, что значит, программное обеспечение, наоборот. Это вот задача, которую мы за прошлый год решили. Теперь я хочу сказать вот та задача, которую мы решили за прошлый год. Значит, давайте следующую презентацию. Не забывайте, что в группе железа есть другие материалы. Какие еще материалы есть в группе железа? Никель, в первую очередь. Никель, рот, да. Никель. Никель только где-то на треть меньше насыщения, чем у железа. Однако сплавы ставят железо для рот. А сплав, это если железо меньше 50%, сплавы могут быть или по другому металлу. Так вот, никель, он тоже может быть аустенитным. То есть может быть крайне центрированная кубичная решетка. Так вот, никелевые сплавы обладают, по сравнению со сталями, вот этими аустенитными, гораздо более высокими свойствами. Вот все лопатки турбин, современных истрелителей, мигов, лагов, они делаются из никелевого сплава. Нигельевый сплав, это никель чистый, в котором плавает упрочняющий интерметаллит, никель для альминия. И практически считалось, что они не могут при больших температурах и деформациях, ничего с ним не будет. Этот камень плавает в пластическом никеле, если какое-то напряжение, он просто-напросто сдвинется там и все немножко. Можно следующий. Вот, наша советская власть прошла, все ищут другую. В результате, к нам два года назад обратились атомщики и не атомщики, энергетики. Вот типичный пример. В Якутии черкейская тепловая электростанция, это значит турбины и лопатки сделаны из никелевого сплава. Вот этот сплав ЧС-70, Челябинский сплав и десятокого года выпуска. Отработанный до нельза сплав. Шикарный сплав. Можно работать до 700 градусов. Высочеше, никакая сталь не держит сталь. Максимум на 700 градусов, а это 800 может держать. Количество оборотов этой лопатки 3000 в минуту. Пришел новый директор, вы не экономите, давайте сэкономим. Мощность повысим в четыре раза. То есть, температуру подняли до 880 мест на 800. А количество оборотов увеличили до 5500. То есть, два раза почти увеличили количество оборотов. Конечно, мощность поднялась. Вместо четырех годов и от работы, потом снимают лопатку новую стали, 11 месяцев пролаботало и разлетелось так, что турбину пришлось менять. Поставили вторую лопатку, опять то же самое. Они обратились к металловедам. А те смотрят, на рентгене ничего нет. То есть, те же самые фазы. В магнитной метрографии показывают все то же самое. Никель-триалюминия, никель-чистый. На шлифах смотрят, ничего не видно. Ну, те уже от плохой жизни к нам обратились. Но мы-то работаем много лет вот с нашими вот этими эфиритометрами локальными. И суть наших методик можно еще ниже. Вот здесь вот, что мы бываем в такой ситуации, это как к нам химики обратились в первый раз, когда вообще эфирит нельзя иметь. Иначе может вступить напрямую в реакцию с какими-то веществами. То есть эфирит может быть меньше одного процента. Мы им говорим, что у нас по всем ГОСТам меньше одного процента не меряется процент эфирита. Они говорят нам и не надо процент эфирита. Вы нам скажите, есть магнитные свойства или нет? Ну, магнитные свойства все равно остаются. И в технических условиях, оказывается, на все почти энергозаводы, с энерго-маш Белгородом, энерго-маш Питерским, у них заложено два требования. Первое требование. Магнитные свойства, магнитная троницаемость, должны быть ниже, чем 1,01. То есть увеличение магнитного потока в материале магнитного поля должно превышать сотые доли. И сопротивление должно быть в четыре раза больше, чем у обычных эфиритных стаев. Спрашивается зачем? А вот петлин обращается. Если вдруг появляется магнитное петло, что такое перемагничивание у нас в петле? Ну вот мы намагнитили, совершили работу, вернулись в ту же самую точку. Закон сохранения энергии, но мы не в тех высотах, этих самых галактических, а у нас на Земле, которые действуют. Работа на перемагничивание переходит в тепло. Но наши трансформаторы, естественно, при перемагничивании начинают нагреваться, потому что пластины все разделяют друг друга, набирают из пластин таких вот трансформаторов, и так далее вот они здесь делаются. Петля гистереизма потеряется и перемагничивает. То есть магнитное пятно должно быть чуть не усеньким. Гистереизм должно быть очень усеньким. Поэтому требования к перемагничиванию, причем, должно быть строгие. Иначе получится, вот если магнитное пятно здесь нет, и при огромной скорости вращения у нас возникает здесь повышенная температура, а здесь нет. Градиент температур приводит к возникновению трещин и их рост. То есть по магнитной проницаемости очень строгие требования. А второе по сопротивлению. Почему сопротивление должно быть в четыре раза больше, чем у обычных стали? Да почему? За полном. Чем выше сопротивление, тем меньше ток при одном и том же напряжении в воздухе. А в воздухе мы то в магнитном поле в эту сторону, а потом в другую сторону. То есть у нас изменим магнитным поток этим. То есть в одной и той же разности потенциалов ток должен быть меньше, иначе ток тоже нагревает естественным у нас. И вот мы должны были сделать этот прибор как название создавал этот генплаз и измерить магнитную проницаемость стамидных стали. Вот локальный метод. То есть вот видите, это поручка. Я поднушу датчик. А суть датчика, посмотрите, какая следующая. Это вот следующее промышленное применение. Ипад-1 был, ипад-2. Это всё государственное тестовое. Ипад-1 был, ипад-2. И дальше. Вот смотрите, суть метода в чем состоит. Я беру магнитный локальный магнит из средоизменного материала Самарик-Олли, у меня один филизабор. Ну, скажем, 6 мм в диаметре и 6 в высоту. Мы научились между полюсами магнита, где поля 1000 рст или 1000 мм, помещать крохотные либо датчики холла, либо фирозандины. Такие у нас еще делают, миллиметровые, миллиметровые суперхоллы. В нейтральной зоне между полями, конечно, будет ноль. Вот мы помещаем туда наши датчики холла, покажет ноль в воздухе. Тогда, смотрите, подносим любой поверхности. Естественно, магнит будет прилипать, если там есть магнитный материал. И здесь будет то же самое. Возникает ответный сигнал, который уже будет наводить магнитное поле на наш датчик. То есть поле самого магнита скомпенсировано, а даже при малейшем появлении в тысячных долях, а это много точнее, чем химанализ, понимаете, получается. Мы получаем ответный сигнал. Но мы говорим, да, мы прокалибровали это на магнитных установках мощнейших, сколько там магнитной проницаемости. Ну и у них, да, это соответствует каким-то магнитной проницаемости. То есть мы научились локально измерять магнитную проницаемость на моем месте. И вот следующее. Вот смотрите. Поле на наш датчик будет константа на ограниченность насыщения вот этого моего магнита. И будет зависеть вот от этого отношения. Магнитная проницаемость материала минус единица делена на магнитная проницаемость плюс единица. Смотрите. Магнитная проницаемость на уровне тысячных долей, да? То есть тысячная доля минус единица здесь будет ноль, ноль, один скажем, да? А деленная практически ноль, один, ноль, один здесь будет двойка без устоя. Так? То есть будет примерно вот это вот, деленная на двойку. А вот теперь посмотрите следующее. Вот мы взяли развалившуюся турбину и поднесли наши датчики. Вот это не деформированная часть. А вот это, вот где у нас наибольшее на перее лопатки, во сколько изменили? В 200 раз, в 400 раз может быть. Но на других материалах, никелевых сплавах, может быть и в тысячу раз изменения. Но уж тысячу раз изменения по магнитной проницаемости не почувствовать себе невозможно. В результате что мы сделали? Ну, эта работа ведется совместно с отделами большими нашего белловедения. Прицелем сплав. Раз. Что мы нашли? Смотрите. Вот я вам показал, где эти места есть. Следующий можно? Вот смотрите. Вот исходный наш этот самый никель-триолимидий, интермедалит никель. А это наш никель. 40% интермедалита, значит 60% никель. Так вот, в тех местах, где у нас возникли вот эти вот самые сложные деформации при нагреве и высоком температуре, у нас оказалось, мы нашли вот это, вот это увеличили, посмотрите, на уровне нанометров. То есть, мы вышли на наномотехнику с помощью простого, такого намогничивания, но очень точно, да? Под размером 30, 40, 50 нанометров, возникают полосы скольжения в самом интермедалите. Ничего никогда в жизни не было, считалось, просто сам интермедалит сдвинется и все. Да нет же, оказаться при таком нахальном нагревании выше критических температур, возникают деформации внутри самого интермедалида. Теперь следующий, пожалуйста. Смотрите, при этом плоскости сдвиговые возникают в одном направлении, в другом направлении, в третьем направлении, и получается у нас еще дальше, вот полосы скольжения еще дальше, померьте. Получается, знаете, замкнутые области, куда, вот этим полосам скольжения деваться некуда, они образуют вначале микротрещину, потом переходят в объемную трещину, в результате наша лопатка разлетелась. Ну а что сделать? Мы говорим, ребята, вы же знаете, что если этот материал нагреть до 1200, интерметалит растворится, и будет никель чистый, будет алюминий чистый. А потом, при режиме охладителя, у вас будет опять в чистом виде, посмотрите, что мы сделали. Мы нагрели, если еще раз, вот, мы провели восстановление этой лопатки, где уже были критические магнитные поля, и были видны вот эти вот самые полосы скольжения. Чистый интерметалит, без всяких полосы скольжения внутри, и чистый мебель. То есть мы им рекомендовали, не доводите до вот такого состояния, а пользуйтесь медленным лишающим контролем. И теперь к нам вот и, значит, истребители обращаются, вот, которые производители, они вот привели меня. Там у них вот комната поменьше этой, конечно же. Сплошь в них лежат вот эти самые лопатки-турбин. Это очень сложное изделие, в нем очень много всяких вырезок для того, чтобы обеспечить турбулентность, которая помогает истребителю набирать скорость. Они отрабатывают пять тысяч часов, их снимают. Производство лопатки стоит каждые десятки тысяч долларов, понимаете. Мы их проверили, скажем, четверть или третий, мы вернули, это можно пользоваться. Допустим, две трети, мы считаем, что это сложно сказать, а за третью, даже почти половину, мы можем обучаться, что можете пользоваться еще. То есть мы считаем, что мы свою жизнь купили очень даже неплохо и достаточно немало. Вот это вот работа, которая была сделана уже, скажем, два года назад. А вот теперь работа, которая делается сейчас. Давайте пойдем. Ну, как я вам сказал, есть материал мигный, а есть материал немагнитный. Одно и тоже железо. Следующее. У нас на Урале есть просто большие магнитические комбинаты, а самые большие в стране, да, одни из самых лучших людей. Вот это с магниргорским магнитическим комбинатом. Чем отличается наш, Нижний Тагильский, от магнитогорского комбината? В Нижнем Тагиле делают прокаты там, но в Нижнем Тагиле делают толстый листовый прокат, очень интересно, такого я нигде не видел. Берется ковш, поднимается на высоту 35-40 метров там, ставится, раздвигается, и сталь самотеком начинает течься в ровной высоты, а волки горячей прокатки начинают вращаться, и сталь, знаете, вот как тесто спускается вниз, и выходит, вот вот подошли, вот метр-два до нее, с главным технологом, вот этот прокат идет, и через каждые пять метров горелки вот так вот, сырьем вот так разрезают, как перо, и выталкивают на райганту. Он горячий, есть такой толстый листовый прокат, называется Сля. Его, там полтора километра цех, ни одного человека нет. Представляете, как в фильмах анастических, значит, откуда-то опускается кран, четыре захвата его хватают, и на стопку кладут. Дальше следующее. Вся сложность заключается в том, что прокат, горячий, значит, в Тагиле делается толстый листовой, а в Магнитогорске делается тонко листовой. Там несколько миллиметров, и это все кузова наших вазов, этих самых Жигулей, а также Тойота у нас покупает, Польцвакен покупает, у нас в Магнитогорске, потому что комаровый гигант, разводитель тонко листового клада проката. И самая хитрость в том, чтобы прокатать так, чтобы свойства были одинаковые, иначе это все поползет, полезет при производстве и так далее. Так вот, качество стали определяется качеством волков. Волки – это дико дорогая штука. Волки делают в Бельгии, делают в Словении, делают у нас, но у нас меньше. Качество плохое. И они делают так. Вот волок – это примерно метр десять, метр двадцать, там немножко разные есть вещи, и обычные волки либо два метра длиной, но в некотором случае есть пять метра длиной. С помощью метров картосиметрии у наших приборов, они стали измерять картосильную силу на поверхности волка. Измерили, повернули 15 градусов, опять измерили, пять повернули, так, чтобы поля картосильной силы перекрывали по другому. Потом, это ребята, с которыми я учился в одном классе, в одной школе, нашли. Вот если это дело в цвете выносить, то, получается, темно-синие, светлее, светлее участки, где у нас, получается, где есть прижоги, а там меняется твердость, там совершенно другой прокат. Качество проката будет хуже. Нагары, а в своих полгодствах проката тут надо вообще качество обеспечивать одинаковое. И оказалось, вот, значит, они обратились к нам, и мы разработали уже дальше, вот цель работы, создали комплекс-заболок, где повышение эффективности прокатного производства, уменьшение аварийных системов связанных с волками. Они отработают, скажем, две-три смены, потом его снимают волок и обтачивают. Сама процедура дорогая. Потом еще несколько смен опять обтачивают. Во-первых, волок простаивают, пока его меняем, и так далее. Деньги бешеные будут. Что мы сделали? Вот смотрите. Дальше. 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 Представьте. Еще. Следующий. Да. Мы предложили сделать не просто датчики. Мы требуем, надо было одновременно снять линейку картосильной силы по всему датчику, по всему волку. Не обброс 1, 2, 3, а 5-секундное измерение десяти точек. Волок поворачивается, поднимается, опять 5 секунд, 5 секунд. В результате за несколько минут у нас полностью уголок проверяется. Создается его компьютерная цветная характеристика. Дальше. Пожалуйста. Еще дальше. В процессе производится замерение картосильной силы по всей поверхности бочки, которую мы называем. Видите, при повороте на 360 градусов мы заканчиваем. Дальше. Вот. Вот это мы сделали. Мы сделали датчики одновременное намагничивание, одновременно десять источников питания одновременно срабатывающих и одновременный выход результатов. Они обеспечили компьютерную технику. у них там целое дело работает. Дальше. Ну вот. Выбор режима. Дальше. Ну все. Пускаем там. Дальше. 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 Это все. Технические диагностики. Вот. Результаты диагностики выдаются видеть цельной картинки. Видно, что где есть прижоги, а где их нет. Все. Можно на этом деле заканчивать возможности применения. Там написано до пяти метров длиной. Вот такие вещи делают. Ну вот. В результате, как это работает, картинка и так далее. Ну на этом деле мы можем закончить, наверное, вот это. Вот заключение, что мы это дело сделали. И теперь мы, чтобы в Магнитогорске вот в одном цехе там десять-пятнадцать вот таких вот установок. В одном цехе половый прокат, в другом и так далее. Теперь вот у нас есть ушло, где наладили производство этих волков. Мы там сейчас срабатываем. На этих волках можно включить ролик небольшой маленький. Ну, он сейчас показывал фильм художественный. А это наш художественный фильм маленький, только не мой кино. То есть суть работы. В чем заключается? Она понятна? Ага. Буквально несколько минут. Вот видите? Вот. Вот это натурально действующий робот, который опускается на волокон горячей прокатки. Что-то уже более медленно, быстрее, двигался. Ну, это в прошлый раз медленный показывает. Да. Ну, Включите. Есть исходы? Ага. не страшно. Ага. 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 И вот, проведя измерения, поворачивается волокон на 15 градусов следующее изменение. Вот. Главное, что это все работает, все действует. Вот это вот самое приятное. И, в самом деле, по этой экономии здесь не тысячи рублей, а миллионы больше. И эта работа вот сейчас она пробуется на, я говорю, вот в Кушле, там просто завод к производству новейших волков. Вот. Ну, вот эту работу мы вставляем вместе с комбинатом на восприемлеме нашего показателя. То есть, я хочу сказать, что магнетизм, а лучше сказать, электромагнетизм имеет самое широчайшее объединение как для научного исследования, так и для решения задачи по практике. Ну, вот мы чуть показали. Здесь есть какие-то вопросы. Задачи по практике. Спасибо за внимание! У меня вопрос. Конечно. На практике, на математике. Прошу идти. Вы поступили из болгарской академии. Да, каждый год есть. Я, может быть, не заинформировал. Я посвухи, что в Болгарии, что правительство отказалось, что ли, финансировать академию, Ну, как это сказать? Слухи о смерти Болгарской Академии Нуг-Пуиска привлечены, как известно, да? Нет, мы работаем с болгарским институтом механики сакхийской, в котором также существует отдел нарушающего контроля, и они живы, институт механики живой, а там не отказались, конечно, сфинансировать, там просто очень сильно снизили финансирование, но Болгария является одним из ценств европейского, вот этого организованного, европейского, значит, вот у нас есть в России уже 30 лет, мы входим в международное мнение по нерушающему контролю технической диагностики, я читаю нарушающие контроли технические диагностики, это немножко разноящее, но Болгария, в Болгарии живет вице-президент европейской ассоциации и мира по диагностике, то есть там, конечно же, по диагностике они очень неплохо в мире люди, по другим материалам, но они контролируют и железо здоровье, и метро, и там, корабли и все прочее. По другим, конечно, у них финансирование по фундаменталу много наших средств, очень сильно. Ну, еще полностью я не могу сказать. Нержавейка, она имеет объемную или границентрированную решетку? Не нержавейка, а фаза устенита в нержавейке. Имеет крайнецентрированную решетку, ГЦК. А устенит, устенит, это твердое раствор глирода в гамма-железе, гамма-железе, в гамма-железе, в гамма-железе. У него интересная ситуация, с чего делать? То есть, с какого он делал делать эти волки? То есть, из сплавники? Нет. Волки это стали очень сложного, хитрого состава. В нем есть и вольфрам, большой пациент, и марганец, и магний, и титан. То есть, это очень хитро есть полностью по названию привести, длинный, длинный. То есть, это не будет, как вот У-8 написали, у Геройства, Сталина, у Геройства. Там очень много составляющих, очень низкий процент фосфора и кремния. А лидирующих элементов там, я боюсь сказать, там могут поправиться. Но это все есть, это можно статью поднять, посмотреть. Просто я волками сами там не за него расставил. Можно спросить, да? По первому докладу, вот, свойство мозгомита можно как-то использовать положительные, ну, в общем, деформированные кубические решетки. Можно как-то использовать для технических ножек, допустим, создать полипристолический образец, в котором вот эти вот иглы будут ориентированы с как-то известным образом, и через приберечь на направлении какую-то большую прочность? Вы правы, конечно же, использовать. Дело в том, что, вот, я говорю, из этой области аустенита, которая выше 700 градусов, 700, ну, там зависит от процента содержания углерода, вот, когда мы начинаем проводить распад аустенита, то есть охлаждать, вот, если мы охлаждаем со скоростью 180 градусов в секунду, то мы получаем бездиффузионный переход аустенита в мартенисит. Если со скоростью меньше, чем 180-160 градусов, скажем, получаем биомит. То есть часть будет углерода, часть железа будет выходить из решеток. А мартенисит, оно в каком виде получается? Это именно монокристалл, в смысле все иглы ориентированы параллельно? Либо это поликристалл, где там... Нет, это, конечно, поликристалл, очень. Там, видели же сами, одни идут и полкитар, другие так. Нет, это поликристалл. Есть специальные методики по созданию вот именно высокомартениситных таких вот материалов. Вот вопрос о, скажем, булатной стали, вы, наверное, слышали, да? Вот. Что такое булатная сталь? Это получение, скажем, феррита или вот мартенисита, но очень мелкозернистого. Вот если мы возьмем материал, вот, скажем, старинный ставик, булатный, да? Вот посмотрим на микроскоп. Оказывается, у них зерно крайне мелкое. Как они его измельчали? Это у них свои способы. Там многократная проковка, там, загибают, опять проковывают, опять загибают, проковывают, там, всякие термоработки. То есть получение мелкого зерна. Вот когда у нас крупное зерно, то трещина идет по границе зерна, очевидно. Когда у нас зерно очень мелкое, как песок, трещина настолько возникла, а куда ей расти? Она пойдет туда-сюда, энергия трещины образования рассеивается, в результате трещины не образуется. Вот то же самое и с этими булатными стали. Вот с этим мартениситом, как вы сказали, конечно же, задача не то, чтобы он рос как-то вот так. И эти, ну, мартенисит получили, направленные элементарно просто. Там это специальная область есть на счет того создания вот таких вот. Это самое твердое состояние железа и стали. Вот и все. Это 60-65 единиц парохода. И вот, например, мы можем, вот дробеструйные аппараты, которые в дробь делали, да? Мелкость дроблят этот самый мартенисит, и ничего лучше для очистки нет. Простейшие операции все наши старые покраски, ржавчины снимаются моментально. Используются для этих целей. Для луи там много применений. Я вот не понял, волки-то это цилиндры полы внутри или это листы металла? Это бочка. Она, конечно же, очень толстостенная такая бочка. Но внутри пустая здесь? Ну не совсем пустая. Там, конечно, чтобы бочку вращать, там нет, она не пустая. Мы называем ее бочка. На самом деле это как бы толстостенная труба. Очень просто. Ну понятно. То есть датчики-то они на поверхности имеют? На поверхности, потому что мы с самой поверхностью соприкасаемся. Мы на основании этих данных говорили о срочности этого изделия? Итак, наша лаборатория магнитного структурного анализа всегда связывает твердость, скажем, прочность, ну твердость на поверхности с магнитными характеристиками. И самое интересное, что такое твердость? Это накол для поверхности упрямляем. Либо в Ренере, либо в Парахвеллу, там, на алмазной доле. Так вот, во всех ГОСТах записаны прямые методы. Исследования по возможности заменяются на магнитные методы упрямляющего контроля. Почему? Потому что накол мы делаем на поверхности, а там может быть и безговорочный слой. То есть твердость на поверхности малоинформативный параметр. А магнитное поле проникает внутрь материала на миллиметры или на сантиметры. То есть несем больше информацию, имеем больше информацию, чем твердость по измеренному поверхности. Потому что мы ее, когда обрабатываем, мы уже наводим напряжение, уже у нас поверхность меняется. Нет, вот слой, например, вот этой стенки, там, сантиметров десять, а вы проникаете только на миллиметры? Нет, мы проникаем на ту, где реальная деформация может осуществляться. Это все рассчитано. Нет, если он где-нибудь внутри, то куда не может прибор добраться? Как это? Ну какая-нибудь дислокация? Вот. Пожалуйста. Днешево подойдите в две минуты. Адрес, телефон, мой известный. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ